Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Насколько на самом деле могущественны фармкомпании в нашей стране? Ну вопрос непростой, смотря почему мерить, но вот почему можно измерить. В нашей стране Биг Фарма может рекламировать медицину напрямую потребителю, и это немного странно, если задуматься. Ведь не потребитель назначает лекарства, а доктор. Так зачем рекламировать лекарства напрямую потребителю? Это не разрешено больше ни в одной стране мира. Но это разрешено здесь. Так что вас, возможно, не удивить, что в нашей стране медицинская индустрия тратит больше, гораздо больше денег на лоббирование в Конгресс, чем любая другая индустрия, и это имеет смысл, ведь это приносит прибыль. В сделках наподобие этой, весьма любопытной сделки, которую политики и производители вместе разработали. Если государство, используя ваши налоги на миллиарды, покупает их продукцию, и в некоторых случаях заставляет вас принимать ее, иногда продукция работает, иногда нет, а иногда она может вам навредить. Но что бы ни произошло, вы не можете ничего поделать, потому что политики дали этим компаниям полный иммунитет. Если их продукция вам навредит или убьет вас, вы не можете их засудить, вам даже жаловаться не разрешено. Это изумительная сделка. Представьте, если бы ваша компания заключила такую сделку с Конгрессом. Вероятно, вы были бы гораздо богаче. Ссылки в описании и закрепленном комментарии.